Девять популярных слов, значения которых многие путают. Посмотрим. Русский язык очень богат и разнообразен. Спутать одно понятие с другим проще простого. Вот, к примеру, чем отличается фантастика от фэнтези, бандероль от посылки, а проспект от бульвара. То-то же. Первое. Суши и роллы. Суши – это обобщенное название популярных в Японии кушаний, тогда как роллы – это уже конкретный вид блюда, а именно рулеты из риса с разными начинками, завернутые в нори. В состав ролл могут входить любые продукты, тогда как суши готовятся исключительно с морепродуктами. Второе. Депиляция и эпиляция. Эпиляция – это искусственное удаление волос путем разрушения волосяных луковиц. Новая шерстка после такой процедуры побеспокоит вас не скоро. А депиляция – это устранение всего лишь видимых волосков на теле. Ее делают при помощи простой бритвы или, скажем, крема. Третье. Маслины и оливки. Несмотря на все домыслы, маслины и оливки являются плодами одного и того дерева. Практически во всем мире их называют исключительно оливками. А на просторах бывшего СССР черные, перезрелые плоды принято называть маслинами. Четвертое. Фантастика и фэнтези. Фантастика является законным жанром в литературе и искусстве. Такие произведения – это плод фантазии автора, и представленный в них мир заметно отличается от реальности. А фэнтези – это всего лишь подвид фантастики. Главными персонажами здесь выступают всегда мифические существа, вроде фей и эльфов. Пятое. Пианино и рояль. Пианино и рояль являются подвидами фортепиано, то есть клавишно-струнных музыкальных инструментов. Между собой они отличаются формой, общим устройством и, конечно, размерами. Пианино значительно уступает по габаритам роялю. Шестое. Гостиница и отель. Казалось бы, гостиница и отель одно и то же, но нет. Гостиница предназначена для краткосрочного времяпровождения. Кроме того, она предоставляет узкий по сравнению с отелями спектр услуг. Седьмое. Бандироль и посылка. Бандироль и посылка – это совершенно разные вещи. Они отличаются размером и объемом. Возможности бандироли невелики. Ее вес не должен превышать двух килограмм. А посылка подразумевает большие габариты и вес свыше десяти килограммов. Восьмое. Балкон и лоджия. Многие думают, что лоджия – это всего лишь застекленный вариант балкона. Но на самом деле все не так. Балкон является выступом, то есть пристроенной частью здания. Он обязательно имеет выход из здания. Может быть огражден по периметру, а может быть и полностью закрыт. А лоджия всегда часть самого здания. Чаще всего она имеет две боковые стены и открытый фасад. Как нетрудно догадаться, лоджия вполне может стать самостоятельной комнатой. Тогда как габариты балкона не дотягивают до полноценных апартаментов. И девятое. Проспект и бульвар. Проспектом чаще всего является центральная улица населенного пункта. Либо же улицы, соединяющие значительные части города. Проспекты предназначены для движения транспорта. А бульвар это узкая аллея. Перемещаться по ним могут исключительно пешеходы. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь видео вам было интересным. Не забываем ставить лайк и подписываемся на наш канал. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Всем пока!